Удобнее Википедии и помещается в кармане. В Москве прошла презентация первого в мире мобильного приложения для православных. Проект рублевком разрабатывался два года. Вначале появился сайт, потом и мобильное приложение. Интернет на сегодняшний день занимает фактически 80% нашей жизни. Мы живем в современности, мы люди 21 века, а поскольку мы еще и православные, нам хотелось, чтобы вся информация, которая была в сети, она была отфильтрована, емко, очень точно и выверена, сведена в один формат, и подачу сделать легкой и просто. Идея создать такой проект для людей, интересующихся православием, пришла режиссеру Юрию Грымову. Такие приложения в мире пользуются успехом и у западных христиан, и на Востоке, в том числе в исламе. А вот в России ничего подобного пока не было. Для меня важная миссия, которую на себя, может, я заложил, это популяризация. Я хочу об этом говорить, я хочу, чтобы как можно людей пришли в веру, им будет с этим легче и понятней в существовании. У сайта Рублев.ком и мобильного приложения очень удобный дизайн. Разобраться в нем сможет каждый. Дизайн мобильного приложения создавался с учетом интересов православных людей, а также людей, кто первый раз столкнулся с вопросами православия. Любой, кто пользуется смартфонами, говорят разработчики, сможет разобраться и понять, как пользоваться приложением. Сейчас она уже доступна, Рублев.ком, она в открытом доступе находится. Выбиваете Рублев.ком и можно установить на смартфоны, на платформах Android. На главной странице проекта показывается, какой праздник отмечается православными в этот день. То есть сегодня вы открываете и видите икону дня, святых дня, евангелие дня и молитву дня. И все это нажав на кнопку и прочитаете прямо с приложения. На другой странице Рублева календарь. Здесь отмечены дни, когда у православных пост и что можно употреблять в пищу. Интуитивно понятные обозначения постных дней в календаре. Таким образом, пища без масла получила зачеркнутую капельку. Пищу, день, когда можно есть рыбу, обозначается иконка рыбки и так далее. Все максимально понятно. На каждый день есть информация о церковных праздниках и датах. Какие иконы и святые особо почитаются в этот день. Новость вывешивается накануне праздника для того, чтобы те, кто забыл или не знал, мог прочесть и успеть собраться на службу следующим утром. Приложение в любой момент прямо во время службы дает нам прямой и простой доступ к правилам и текстам православных богослужебных последований в точном соответствии с церковным уставом. В разделе молитвослов приведены молитвы каждого дня года и на самые разные случаи жизни. В святым, о здравии, в разных обстоятельствах, последовании к исповеди, причащению и многое другое. Конечно, можно посмотреть все дни месяца. Православное богослужение и православное молитвное правило устроено так, что в нем существуют какие-то изменяемые части. И вот те молитвословия дня, которые помещены в программе «Рублев», они позволяют построить богослужение на конкретный день. Конечно, мне этого не достает. И мне кажется, что эта программа могла бы совершенствоваться. Каждый пользователь может оставить свои комментарии в угол маркете и на App Store. Поэтому в данный момент мы ведем работу над тем, что мы усовершенствуем наше приложение. Приложение постоянно совершенствуется. Добавляются новые функции и удаляются ненужные. Например, для тех, кто плохо видит, разработчики ввели крупный шрифт. Выбран наиболее крупный шрифт для молитв, чтобы можно было прочитать молитву, не прибегая к очкам. В разделе «Иконы» на сайте есть каталог древних икон, памятников церковной живописи, в том числе, например, почитаемых чудотворных образов Божьей Матери и других святых. В приложении находится справочник по молитвам, монастырям, храмам, иконам святым, праздникам, новостям. Также можно сохранить понравившую страницу в закладке, для того, чтобы обратиться к ней позже. Также в приложении есть поиск. К примеру, пользователь интересовался именем Кирилл. Можно узнать, когда проходят именины Кирилла и историю людей с таким именем. Интересная функция, которая до этого не была реализована ни в одном приложении – поиск ближайших храмов. Это может быть полезно тем, кто много путешествует. Когда человек посещает те или иные отдаленные районы или центральные районы, это все равно, то ему полезно знать, что здесь находится исторически примечательного, и прежде всего, конечно, в области нашей традиции, нашей церкви, наших памятников, зодчества, культуры, искусства. Поиски храмов и монастырей в приложении занимает несколько секунд, и на экране появляется вся информация о любом храме с исторической справкой. Ну, например, я сам, иногда, находясь в незнакомом городе или в очень большом городе, где много храмов, начинаю интересоваться, что это за незнакомый храм. И тогда я пытаюсь узнать его название, а если узнаю, то захожу в интернет, ищу этот храм в Википедии. Но не всегда мои поиски увенчиваются успехом, и очень часто они занимают много времени, отнимают много сил. Программа «Рублев» позволяет при помощи геопозиционирования показать ближайшие храмы, показать их фотографии. Если человек кликает на эту фотографию, то он получает информацию о храме, о годе в основании, о том, в честь кого освящены престолы этого храма, какие святыни он находится, и даже расписание богослужений. Важное отличие «Рублева» от большинства справочных ресурсов и приложений в том, что это дорога с двусторонним движением. Сервис, в отличие от других, предполагает не только чтение информации, но и участие в выполнении общей базы знаний о мире, православной вере и культуре. Вот как это может работать. Мы оказались рядом с храмом или интересным местом и видим что-то особенное или новое, что может дополнить общеизвестную информацию об этом и чем хотели бы мы поделиться с единомышленниками по проекту «Рублев». Фотографируем, записываем или надиктовываем информацию или рассказ, а система сама привязывает его к месту и времени и решает, как разместить этот материал в доступе для всей аудитории проекта. Пользователи поискового ресурса, базы и мобильного приложения «Рублев» становятся его соавторами и друзьями. Это и есть, если хотите, философия проекта «Рублев», который начинался как поисковик в православии, только поиск здесь особый. Человек, как известно, всю жизнь ищет Бога, а Бог ищет человека. Так говорят и пишут о своем любимом детище учредители и создатели «Рублев.ком». Один из первых вопросов, который задают разработчикам, почему именно такое название выбрали они для проекта «Рублев». Имя «Рублев» – оно такое вот очень русское, очень всеобъемлюще, масштабное и большое. То есть мы сейчас понимаем, что наш смысл спасения, наверное, нашей России – это в объединении, в какой-то вот культуризации, патриотизме. Выходом новых приложений, самых разных сфер, кого-то интересуют игры, кого-то приложение, которое повышает производительность мобильных устройств, кого-то познавательная программа. Конечно, православные христиане с интересом ожидают выхода новых православных приложений. Хотя этот сегмент рынка мобильных приложений очень невелик. И мы далеко не всегда можем найти то, что нам хочется. И даже если пользователь не нашел то, что искал, или у него остались вопросы, он может тут же их задать и через некоторое время получить ответ. Вопросы, говорят разработчики, бывают самого разного уровня. От, что называется, экспертного, гроссминистерского, до человека, который даже не вполне отличает православие других религий. Бывает, пользователи хотят получить психологическую помощь. Рублевком работает почти как телефон доверия. Помогает православный психолог. Они обращаются с вопросами к священнику, но на самом деле им нужна помощь психолога. Например, они задают вопросы, что делать, если, например, пьет муж. Священник может ответить на этот вопрос, но психолог ответит более конкретно, потому что он этому учился, его учили оказывать помощь. Родственник, он там алкозависим. Проект Рублевком будет развиваться. Его создатели считают, что еще очень много можно сделать, чтобы это приложение стало еще интереснее. И делать все новые и новые интересные рубрики для детей. Сейчас вышла школа веры для детей. Там есть и всевозможные раскраски, и азбука очень просто написана. Каждый ребенок может прочитать, но, понятное дело, вместе с родителями. Ну, конечно, бы хотелось видеть социальную сеть, потому что смотришь, что сейчас без интернет-технологии и общения в соцсетях мы утре не начинаем, вечер не заканчиваем. И поэтому, конечно, хотелось, чтобы общение происходило. Только оно было такое тоже выверенное какое-то, да, определенный контингент, где люди по интересам могли находить общие соприкосновения и общаться. Я очень хочу, чтобы он в дальнейшем стал международным проектом, да, потому что очень много людей православия, и в Южной Корее, и в Америке есть люди, и в Китае есть люди православия. И я считаю, что это удобный инструмент. Рублевком, как говорят участники проекта, это взгляд в будущее. Еще ни в одном поисковике не был реализован такой потенциал. Это, конечно, не Яндекс или Гугл, это первый православный поисковик и база данных, которая будет интересна верующим, ученым и всем, кто интересуется историей и развитием нашей страны.